Добрый вечер, уважаемые партнеры! Сегодня у нас конец каталога, прям осталось пару-пару часиков. И я специально решила собрать такую небольшую планерку, чтобы показать вам, как строят структуру у нас в проекте «Партнер». Вы уже сами смотрите, будете вы так работать, не будете. Я просто хочу показать вам все плюшки, всю выгоду от этого. Ну, как говорится, обо всем по порядку. Итак, что же такое доходы в компании «Фаберлик» вообще? Первое – это, конечно, объемная скидка. Объемная скидка платится всем, у кого еще нет договора контрактизации с компанией, и он за свою структуру, за проценты получает все наличный номер в виде объемной скидки. Также бонус за «Быстрый старт». Правда, из вас уже никто в него не успевает. Это за 9 каталогов, по-моему, вырасти директора после регистрации. Ну, как говорится, вы должны знать, что у нас такое есть. Мало ли, иногда приходят лидеры такие. На бонус «Быстрый старт» очень хорошо приглашать сетевика из какой-нибудь другой компании. Главное – им рассказать все плюшки, а остальное они, в принципе, сами знают. Квалификационные бонусы – это те бонусы, которые выплачиваются за определенную квалификацию. То есть идет за, вот, допустим, директорский бонус один, второй – это которые за закрытие именно. Директорские бонусы – это у нас идут бонусы вознаграждения. И запомните одно слово, как нас учат наши юристы и бухгалтера. У нас нету слова «зарплата». Нам платит компания вознаграждение за рекламные услуги. За зарплату все работают на наемной работе. Так, бонус стабильности. Если я его уже получала не один раз, это за подтверждение определенной квалификации. То есть, например, чтобы открыть, закрыть директора, нужно 8 каталогов в течение года сделать 3000 баллов. Но если ты с момента открытия первых 3000 баллов на протяжении всего года каждый каталог закрываешь 3000 и больше, то через каждых 8 каталогов на 9 тебе начисляют вот именно вот этот бонус стабильности. И бонус стабильности, если вот, допустим, я была директором, и когда я закрыла старшего директора, значит, директорский бонус стабильности я уже не получала. Мне нужно было подтверждать вот этих 8 каталогов именно бонус старшего директора. Ну, там, конечно, и выплата больше. Это 10% от премии идет. Бонус развития, это, конечно, нужно знать, но нам всем вам и вам еще очень далеко. Это уже когда у тебя куча директоров. А сейчас расскажу о последних двух бонусах, которых нет ни в одной компании. Это точно. Бонус материнства и бонусы становления. Это, в принципе, одно и то же. То есть, если вы уже в открытом звании директора, и на этот момент вы там энный раз стали мамой или папой, в зависимости от того, на ком номер директора, компания на протяжении года платит такую небольшую премию. Скажу честно, я на данный момент не знаю, сколько она сейчас у нас, потому что она чуть-чуть менялась. Но, как говорится, деньги лишними не бывают. И точно так же на усыновление. То есть, без разницы, усыновили вы ребенка или у вас родился очередной ребенок, компания, вот такую поддержку молодой семье, молодой маме или папе оказывает. Дальше. Как вы хотели развиваться? Я чуть-чуть на этом остановлюсь, чуть позже. Но для начала, если человек именно идет на бизнес, так вы сразу говорите, что у нас существует два вида сотрудничества. Если вы в течение трех дней после регистрации делаете активационный заказ, то есть активируете свой личный кабинет, вы получаете вот такие вот преимущества. Помощь в построении структуры от наставника, ну, продление регистрации, подарки по накопительной, скидка. Ну, сейчас уже у нас не скидка, а кэшбэк от 20%. А если же человек активируется в течение трех каталогов, то есть даже если он активируется через 7 дней, то мы, значит, вам вот эту помощь не оказываем. Но еще раз повторюсь, это если человек идет на бизнес. Здесь вы можете просто посмотреть, сфотографировать или сделать скрин. Здесь активационный заказ по каждой стране. Значит, строку сумма со скидкой не считаем, так как это старый слайд у нас. А смотрим просто цену каталога. Как видите, здесь Беларусь тоже еще в старой цене, но просто вы уже можете прикинуть, с какими странами можно нам работать. Особенно если у вас там есть какие-то друзья, знакомые. То есть, смотрите, это не только Азия и Россия. Есть у нас и Европа. Как я уже говорила, хотя я и в звании, но у нас реально личный кабинет. Там столько отчетов, столько отчетов, что у них нужно по-по разбираться. И вот так вот где-то сидя и разбираясь в отчетах, я обнаружила, что отдельно идет начисление. Оказывается, у меня в Эстонии есть чуть-чуть и в России. И оно все начисляется по маркетинг-плану за всех, если там нету лидеров. И они у меня не забирают выплаты. Откуда мы берем товарооборот? Вы прекрасно знаете. Но просто здесь приводится пример, как разговаривать с людьми, особенно которые пришли на бизнес. Правильно, мы всем говорим, что продавать не нужно, но в компании существуют условия. Это смена магазина. Но не нужно покупать сумками, ходить потом продавать. Нет, вы просто все, что покупаете, все равно вы покупаете у себя. И активационный заказ вложением не считает. Просто особенно стараться, чтобы новичок прошел стартовую программу. И почему стартовая программа у нас так именно расположена? Вы не думайте, это все прорабатывали статисты и логисты. Поэтому суть стартовой программы в том, чтобы новичок попробовал все. И парфюмерию, и косметику для дома, и косметику, и уход за лицом. Попробовал по вот этим минимальным скидкам. Здесь привожу пример, как производятся выплаты до заключения договора с компанией. Некоторые из вас уже имеют скидки. Это объемная скидка, как я уже говорила. У себя я это посмотреть не могу, потому что у меня уже ее давно нет. И вот смотрите, получается объемная скидка. Как она у нас показана в разных валютах. Но я могу сразу сказать, что если мне не верите, зайдите в отчеты, что в Беларуси по курсу России у нас очень мало. Там, по-моему, 0,0267, если я не ошибаюсь. То есть, если сейчас в банке 300, наверное, 15, и цены не пересчитывались. И можете ради интереса зайти и посмотреть, допустим, российские каталоги перевести, украинские каталоги перевести на наши и посмотреть. После того, когда у вас объемная скидка становится уже большая, и вы решаете, что, в принципе, я продукции ей только не заберу, потому что объемной скидки списывается только 65%, вы заключаете с компанией договор, как я уже говорила, контрактизации. Открываете ИФ, и деньги вам уже будут перечисляться на расчетный счет. Мы считаемся упрощенной системой налогообложения и платим только 5% от дохода. Здесь я вам привела пример моего вознаграждения за прошлый каталог, то есть за 18. Сейчас скажу, сколько у меня было всего баллов. 5,579 было. Конечно, я чуть-чуть позже покажу, кто у меня что забрал по маркетинг-плану, но вы поймите, во-первых, я уже старший директор и уже год, кстати, точно. Во-вторых, у меня большая личная структура, в-третьих, я почти 8 лет в компании. Поэтому, чтобы выйти на такой доход, нужно, конечно, опыт. Но даже если у вас будет на первом этапе 300 долларов доход, скажите, пожалуйста, где вы, на какой работе заработаете 300 долларов дома, работая, как вам получается? Не получается сегодня? Плохо, проблемы, ну, всякое бывает. Не работаешь, но ты прекрасно знаешь, что ты не заработаешь. Тебя не лишат, тебя не будет никакого выговора, не вызовут на ковер и так далее и тому подобное. Ты сам себе начальник. Сегодня не работал, завтра в 2 раза больше поработал и так далее. Поэтому нужно к этому стремиться. Вы не забывайте, что в школе мы учимся 11 лет, в колледже 3 или 4, в университете 5, и мы получаем минимальное знание и минимальное сначала зарплату. А здесь вы все прекрасно знаете, что у нас есть девочки, которые за год, за два выходили на шикарные доходы. Но они и пахали. И пахали на самом деле. С 5-6 утра. Поэтому, как я уже говорю, все зависит от вас. Значит, здесь тоже я останавливаться сильно не буду. Мы чуть-чуть это все разберем позже подробнее. Здесь, как видите, сколько нужно баллов на какой процент. Не забываем, что ЛО всегда нужно 50 баллов, чтобы списывалась скидка, иначе теряешь скидку. И приведены некоторые страны. И вот заметьте, кандидат директора Беларуси 1117. Но здесь посчитано именно 3000 баллов. И если у тебя одни потребители, то есть если у тебя никто ничего из структуры не забирает, а чем сильнее у тебя ветки, тем меньше ты получишь. Ну, понятное дело, вознаграждение. Поэтому, как я уже сказала, все зависит от вас. А сейчас что же такое вот эти проценты? 3%, 6%, 9% и так далее. Это процентный уровень, этап карьерного роста вашего в Фаберлик. И на каждом из них выплачивается определенный доход. Значит, как вы видите, от 100 до 200 баллов, даже не до 200, а до 199, это 3%. От 200 до 599, это 6%. От 600 до 999, это 9% и так далее. Я думаю, вы это все прекрасно знаете. А сейчас у нас будет небольшая математика. Ну, балл – это цифровой показатель, который присваивается каждому продукту. Не забываем, что у нас существуют половинчатые баллы. Половинчатые баллы – это идут на все то, что на акции. То есть, все то, что в каталоге написано «бонус за покупку», это уже половинчатые баллы. Если косметика для дома сейчас дешевая, это уже половинчатые баллы. Все, что спецупаковка – это тоже половинчатые баллы. То есть, одежда, белье, обувь, сумки, колготы, детская, взрослая – это все половинчатые баллы. Половинчатые баллы – один балл – 4 рубля. Целые баллы – один балл – 2 рубля. И, как я уже писала в чате вчера, что функциональное питание, биологически дактивные добавки, чай дает хорошие баллы. Обратите на это внимание. Значит, как мы строим? Мы используем систему совместного построения структуры. Девочки, которые со мной давно, прекрасно знают, как я к этому раньше относилась. Потому что я всегда говорила, что мы сюда пришли за деньгами, а компания платит тем, кто поработал. Если ты не работал и ты помогаешь, понятное дело, ты ущемляешь это все от себя. Но сейчас, даже не сейчас, а где-то, может, полгода назад, мое мнение по этому поводу поменялось. Почему? Нет, в компании, в принципе, ничего не поменялось. Но почему у меня поменялось мнение? Потому что, когда я пришла в компанию, и компании было только 15 лет, и в компании Фаберлик было меньше консультантов, сейчас, девочки, очень огромное количество консультантов, очень много различных проектов, которые обещают всем помочь в построении структуры, помочь в росте. Ну, в общем, грубо говоря, обещают золотые горы. И мы столкнулись с той проблемой, что лидеры уходят. И уходят за халявой, которую вы все прекрасно понимаете, что это такое. Но также вы все понимаете, где у нас существует халява. Нигде. Даже в лотерее вы можете купить тысячу лотерей, и можете не выиграть, а можете купить десять, и с каждой выиграть. Поэтому у нас это тоже существует, но не в ущерб лидеру. То есть я тебе обязуюсь помогать, ну и ты, будь добр, работай. Ты не работаешь, и я тебе не помогаю. Поэтому первое, что я уже сказала, в течение трех дней, если человек пришел на бизнес, делаешь заказ, я тебе помогаю. И эти условия все специально. Почему? Потому что мы сейчас очень хорошо работаем с структурой. И очень много сообщений мы шлем через Вайбер. Это очень удобно, бесплатно, и люди всегда на связи. Ну, конечно, смотрите, чтобы человек был в Вайбере, и чтобы не было написано, что его давно не было в сети. Мы так и пишем. Мол, заходили вы к тебе в личный кабинет, может, есть вопросы, может, что-то подобрали. Ну, вот так вот, конечно, побольше смайлика, как я всегда говорю. И, понимаете, у меня уже есть люди на регистрацию. Они могли бы пойти к вам в группу, но у вас не активирован личный кабинет. Вот каким образом мы возвращаем людей. И вот это все приводит, вы потом увидите, устойчивости структуры. Вот, смотрите, выгодное построение структуры. Я сегодня покажу несколько вариантов. Первый. Если человек приходит на бизнес, значит, их регистрируем друг от друга. Если человека вы зарегистрировали картинкой с днем рождения, или же работаете двумя или тремя предложениями, но человек говорит, что он хочет покупать со скидкой, регистрируйте к себе. Но здесь что нужно не забывать, что регистрация к себе, то есть первую личную группу, вы можете сделать через личный кабинет, нажав кнопочку «Регистрация». А уже регистрация друг под друга. Первое, что вам нужно сделать? Или завести таблицу. Ну, там уже смотрите, как вам удобно. Мы рекомендуем Google форму, но, может, кто-то не знает. Или записывайте там блокнотик, или можете завести в Viber или в Telegram отдельную группу, точнее, канал свой, который назовете последние номера, чтобы знать. И регистрируем друг под друга через сайт. То есть вы заходите через www.fiberlick.com, регистрация, и нажимаете птичку, что у вас есть знакомый консультант. И туда вводите вот последний регистрационный номер этого человека. И вот так вот регистрируем друг под друга. Это первый вариант. Дальше. Вот в это же время вот эти люди, которых вы регистрируете друг под друга, они не сидят, не ждут, пока им там веток навыстраивают. Они проходят школы. Школа новичка обязательно. Вы поймите, люди, которые проходят школу, вы экономите свое время. Там новичка обучают всему, что должен знать новичок. Как сделать заказ, что такое, баллы, личный кабинет изучают. Ну, в общем, все-все-все. И плюс вы сами даже вот этого можете упустить, забыть и не рассказать. А человек, почему у нас называется школа? Потому что все построено именно как в школе. Посмотрели материал? Будь добр, домашнее задание. Просто сразу договаривайтесь с человеком, чтобы когда они вам будут слать ответы, ну, конечно, первое обязательное условие, вы сами должны хотя бы раз посмотреть ту школу, чтобы знать ответы. И второе, когда человек вам слет ответы, чтобы сначала писал вопрос, а потом ответ. Почему? Потому что я с этим уже столкнулась. Если один человек проходит, ну, то, знаете, можно по-быстрому зайти и посмотреть. А если их проходит сразу 5-7 человек, каждый на своем уроке, каждый в своей школе, ты вообще не за компьютером, не можешь зайти, посмотреть, какие там вопросы и так далее и тому подобное. А так получается, человек сразу тебе вопрос написал и сразу ответ. И ты вот это все знаешь дальше. Человек включается в регистрацию тоже. Вот я именно говорю про бизнес-партнеров. И он должен регистрировать точно так же, как и вы. И здесь вы уже договариваетесь с ним, кто последний, какой регистрационный номер последний. Вот для этого рекомендуют заводить Google-форму, чтобы не открывать друг друга, не звонить, не писать, какой номер последний и так далее. А единая Google-форма на всю-всю ветку, ее так и обзываете. А Google-форма обзывается фамилией верхнего человека. И тогда любой человек заходит, вот, допустим, в ветку Синькевич и смотрит, что номер какой-то последний. И регистрируют. И как только зарегистрировали, в эту табличку вводят регистрационный номер последний, фамилия, имя, отчество. Где нашли, желательно носить, потому что если куча страничек, потом можно не найти человека. И мобильный телефон, конечно. Вот так вот строится. Дальше, чуть позже, я на этом еще остановлюсь, что дальше. Это выгодное построение, как я уже сказала. Только в более точном. Там мы показывали директор, а здесь наставник. Как только новичок активировал личный кабинет, мы регистрируем. Но, девочки, это по картинке, которую я вам показывала. Два способа содействия. Сейчас, если я не ошибаюсь, два каталога или три назад в компании отменили правило, что человек не может зарегистрировать, если у него нет оплаченного заказа. Поэтому мы сейчас регистрируем друг под друга всех. И еще раз, что-то я сегодня... Все, чуть позже, чуть позже, чуть позже. Тоже есть слайд, я покажу, в чем там суть. Значит, здесь в чем выгода? Что даже если кто-то не активировался и его удалили? Ничего страшного, ветка продолжает расти. И вы посмотрите, что таких неактивных будет очень много. Как я уже всегда говорю, что вы должны помнить, что только 10% из ваших новичков активируется. И это очень хороший процент. А не поверите, может быть и меньше, и намного меньше. И еще в чем здесь плюс? Чуть дальше я приведу примеры. Вот как мы общаемся, возвращаем людей, то мы так и говорим, что вы зарегистрированы в ветку. У вас уже есть наработанная команда, но вам от нее, мол, не холодно, не жарко, потому что через два дня вас удалят. Но лучше всего вот с этими, которые у нас в отчетах, видите, это красным, начать работать на первой неделе действия каталога. Их видно сразу. Чтобы у человека было время, во-первых, зайти в кабинет, что-то где-то изучить, посмотреть каталог, может быть, кому-то что-то где-то показать. И вообще, я в прошлом каталоге уже говорила, и сейчас опять повторюсь, раньше я постоянно работала с отчетами, и тем, кто давно не делал заказы, отправляла каталоги. Когда я начала работать полностью в интернете, я это дело закинула. Но я думаю, не только я, а многие из вас всегда любят посмотреть бумажный каталог. Точно так же и наши потребители, особенно те, которые даже не активировались. Но он не пробовал ничего. На сайте, может, не так почитаешь это, во-первых. Во-вторых, если человек не может зайти сам посмотреть, ну все, грубо говоря, пиши пропало, человека нет. Но я уже столько раз сталкивалась с тем, что человек зарегистрирован, мы его не проконтролировали. Через 3, 4, 5, 7 каталогов ему кто-то дал каталог или что-то где-то там на работе приносили, и он сразу вспоминает, а я что, тоже зарегистрирован? И он заходит на сайт, который когда-то мы ему писали, вводит свой номер и пароль, а ему показывает, что пароль недействителен. Зарегистрироваться по-новому? Ну да, зарегистрироваться. И все. И человек попал или распределился по ВИПу, куда нужно, или же все сидят в соцсетях, кто-то прислал красивую картиночку, кто-то прислал поздравление с днем рождения и так далее. Поэтому обязательно просматривайте отчеты. Ставьте птичку включить неактивных, и те, кто у вас светится розовым, вот, допустим, сейчас у нас первый каталог, откройте отчет за 17-й каталог, за 16-й каталог, и те, кто светится розовым, это те, кого уже удалили. Даже не обязательно созваниваться. Просто сохранили этот телефон тебе, телефонную книгу, нашли человека в Вайбере. Сейчас 100% 90. И 100% 90% в Вайбере есть. Может, даже и больше. Красиво сформулировали. Если не получается красиво, пишите мне, я помогу. Главное, как я уже говорю, куча смайликов. И обязательно называть человека по имени. То есть не здравствуйте, не добрый день, а там здравствуйте, Ольга, добрый день, Галина, и так далее. Но сразу хочу предупредить, Вайбер тоже уже блокирует, если очень сильно усердствуете. Поэтому если у вас есть подготовленный шаблон и список людей, не спешите все отправлять на автомате, потому что сейчас телефоны сенсорные, все копируется очень быстро. Сообщений 20 отправили, все, пошли погуляли. Там 3-4 часа прошло, опять отправили, потому что или могут временно перекрыть отправку сообщений, или вообще меня два раза блокировали. Хорошо, что восстановила через их службу поддержки, которая находится в контакте. Но уже два раза у меня было, сейчас я стараюсь не рисковать, потому что заблокируют полностью на этот мой основной номер Вайбер. Вот Оля пишет, что несколько человек вернуло. Да, вы должны помнить, что мы здесь работаем, мы знаем начало каталога, мы знаем, когда конец каталога, мы знаем акции, мы знаем, что выгодно брать, что невыгодно. А люди просто живут обычной повседневной жизнью, ходят на работу, приходят домой. Вы думаете, в голове каталоги, Фаберлик и так далее? Нет. А вот если она лежит дома, смотрит телевизор, тут бац, письмо от Оли. И она сразу вспоминает, о, точно. А почему бы нет? И еще, мы так, точнее, я так не говорю, я так работаю, но я крупно сомневаюсь, что вы так все работаете. Работайте с сообществом. Сообщество находится у каждого в личном кабинете. Это, во-первых, бесплатно. Во-вторых, если человек ввел свой электронную почту, ему приходит и в сообщество, и на электронную почту. Просто наша ошибка здесь есть одна, что мы не говорим нашим новичкам, что у вас есть вот такой значок, здесь вы будете получать сообщения от меня, от вышестоящего директора и так далее. Каталог начался, сразу поздравили с началом каталога. Вот, допустим, я сняла видео, сразу кинула. Если вы такого не снимаете, вы можете написать целый список, что сейчас на акции. Допустим, спешите купить по акции каталога номер 2. не обязательно все там 100 штук или сколько, вы напишите хотя бы 15. Главное, чтобы человек зашел к себе в личный кабинет. Это первое. И второе. Я уже несколько каталогов, каталога 2-3 работаю, и нормально это работает. Я не заставляю людей делать минимальные заказы. Я просто говорю, что я вам открою, особенно если это знакомые, я сразу открыла свой телефон, потому что первый вопрос, это что надо каждый каталог покупать? Это что то, ну, вы сами понимаете, какие компании это все понапугивали людей. Я сразу показываю свой телефон и говорю, да нет, вы просто скачиваете вот такой свой интернет-магазин, заходите туда под номером и паролем, и все, смотрите, что вам нужно. Вот надо вам средства для духовок, вам не нужно мне звонить. Вы зашли, заказали себе средства для духовок. Надо вам, не знаю, там сиденье в машину. Вы зашли, себе заказали. Показала сразу, как оплачивать. Ну, заказы приходят ко мне, как забирать. Но просто помните, если в заказ на 29 рублей, 15% вам вернется, а если заказ вот до такого-то числа на 45 рублей, то еще и такой подарок получится. Все. И вы не поверите, люди заказывают карандаш пятного водителя, который стоит 7 рублей. Это вы знаете, сколько он стоит, дорого он, недорого. А человеку нужен просто карандаш пятного водителя. И он все равно, он относится вот именно к Фаберли, как к магазину. Никогда не считайте людские деньги. Они готовы заплатить вот эту сумму. Вот и все. И вы не поверите, вот такие люди, которые берут одну штуку, им все равно на баллы, им все равно на вот этот кэшбэк, им на все все равно. Он просто хочет купить. Потому что, если он будет постоянно покупать у вас, а вы им еще будете скидки давать, зачем им регистрироваться? Вот зачем им скажите вот это за морока, ладно, регистрироваться, идти оплатить, потом иди забери. А еще же у Оли неудобный график работы. Там, короче, будет куча вопросов. Вам это надо? Лучше же пусть Галя или там Оля или Нина принесет, заберет, притащит. Ну, у Гали, Нины, Оли ноги бесплатные, руки бесплатные. Посидеть в интернете тоже бесплатно, а еще и скидку всем поделали. Вот поэтому люди не хотят регистрироваться. И это девочки точно. Меня все, кто даже берет у меня заказывает, они все зарегистрированы полностью. И как только у них большой заказ, я сразу делаю на них заказ. А сейчас у нас с кэшбэком очень хорошо. Поэтому если ты зарегистрирован, ну, допустим, берешь что-то очень редко, почему я тебе должен по своей цене? Это уже ваше дело. Можете сделать скидку 10%, можете сделать 15%, а можете вообще не делать. Потому что вы платите по цене каталога. И сейчас заметьте в чеке цены каталога. Чек сейчас, это грубо говоря, ну, ваш чек, ваши доказательства, сколько вы заплатили. Снизу свой кэшбэк можете отрезать, все, если есть какие-то вопросы. И так люди будут лучше делать заказы на себя. Я понимаю, нужны личные баллы, особенно нам 50%, даже 100%. Хорошо, все зарегистрироваться 100% не захотят. Но хотя бы через каталог предлагайте людям, но не говорите регистрацию, а вы говорите оформлю тебе твой интернет магазин. Сейчас же все работают через интернет магазин. Ты в ламоде берешь, берешь, в алберис берешь, берешь, какие там еще есть. Я не знаю, я просто нигде не беру. Вот приведи пример вот это все. Все нормально зарегистрируется. Ну, вот здесь показано, если человек не активировался, значит, получается, никто никому ничего не должен. И если у вас налаженный рекрутинг, значит, что значит налаженный рекрутинг? Если у вас ветка растет быстро, вообще быстро, то есть, если у вас, допустим, в вашей ветке появился хотя бы один человек, который делает то же самое, уже на 200 баллов вот этой ветки вы можете открывать вторую. Если у вас вот этого нету, значит, мы рекомендуем гнать эту ветку до 600 баллов. Во-первых, поймите, 600 баллов, даже если вам ветка даст, это у нас где-то 80 рублей скидки, но если у вас будет 600 баллов, вот эта ветка давать, уже логически понятно, что у вас будет намного больше. То есть у вас, допустим, будет 1000 или может там 1200. 200. И если вы покажете своим людям, что вы заинтересованы, чтобы они зарабатывали, просто делать то, что я говорю, они будут делать. А если вы просто будете регистрировать друг подруга, не прошел школу, ну и хорошо, будут люди, которые будут выбывать. И не поверите, если человек халявщик, негативщик, что еще сказать, который пришел сразу за деньгами, там, через два, через три месяца, чем раньше он от вас уйдет, чем лучше, вы на него столько времени потратите, столько эмоций, он будет негативить, потом еще, грубо не дай бог, еще плакать из-за них будете, а потом он все равно уйдет, ну так сразу уходит. Не держитесь за тех, кому вы сказали, допустим, сделать это, 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 даже два раза, и они вот это не сделали, ну не хорошо, не вопрос, значит, отпускаете его в плавание, это, как говорится, я уже все говорю со своего опыта, потому что, если человек сразу не включился, он и потом не включится, и даже если вы его зарегистрируете третий, пятый, десятый раз, он будет точно такой же, потому что мы уже на другом уровне, мы меняемся, мы читаем книги, мы мыслим по-другому, а человек таким же и остался, но сейчас рассказываю, в чем сила ветки, и мне Оля Синькевич не даст соврать, так она буквально за день вернула человека, строит она структуру под одну девочку, девочка каждый каталог была активная, в этом каталоге, я даже знаю, почему она ничего не сделала, она решила кинуться в макияж, но это ее дело, вот Оля работала перепиской, что Светлана, у вас веточка на 3%, вы можете иметь такую-то скидку, вы вообще, веточка постоянно растущая, ваша задача делать 50 баллов, если есть люди регистрировать и у вас будет доход, это было по-моему вчера, вчера была у нас суббота, человек за день сделал заказ на 50 баллов, ну да, у нее там будет наверное 137 баллов, но девочки, вы сравните, ну да, она заберет у Оли 5 рублей, может 5-50, но 50 баллов, грубо говоря, на дороге не валяется, и вот в этом сила ветки, я сама сколько раз сталкивалась и даже в наглую у людей спрашивала не из моей ветки, и вот это я узнала больше года назад ко мне девочка переехала в общем к нам в город, я же по чекам уже ориентируюсь, я же не просто консультант, я смотрю у нее допустим заказано там на 130 рублей, к оплате 20, я у нее так прямо и спросила, а вы что, строите бизнес, регистрируете людей, она, да нет, я просто один раз там мама заказала, сестра, у меня получилось 50 баллов, на следующий каталог у меня скидка 50 рублей, я не поняла, что-то такое, обратилась к своему наставнику, а она сказала, что ты находишься в ветке, ветка постоянно растущая, твоя задача делать 50 баллов, и у тебя будет скидка, но зато поймите, вот эти люди у вас будут постоянные, которые делают 50 баллов, ну пусть она будет забирать у вас 50 рублей, 40 рублей, ну так вы будете не директором, вы уже будете на 10 тысячах баллов, может даже на 15, а вот это и есть наша стабильность, чем крепче ветка изнутри, чем стабильнее у вас доход, потому что разное может случаться, где-то заболели, где-то уехали, где-то то, где-то сё, вот здесь суть сетевого, что твоя задача сделать 50 баллов и научить твою структуру, твоих людей работать так, как ты. Всё, ты уехал, а твои деньги ты получишь 100%, а когда мы всех регистрируем друг под друга, ой, к себе, вот почему я была директором, но у меня вообще не такой был доход, потому что постоянно нужно было работать со структурой. у нас школы, у нас обучения не было, все, грубо говоря, на ошибках учились, и получается, сейчас, да, сейчас компания, куча акций для неактивных и так далее, тогда такого ничего не было, с отчетами никто не работал, ну всё, то работал продавцом, то ты работал продавцом, то не работал продавцом, тоже хорошо, что-то у меня перескочили слайды, и в итоге получается не было постоянных людей, было пару продаваших, а остальные, вот никто ничего не заказал сейчас, и хорошо, и баллов нету, а новички, вы сами прекрасно знаете, они приходят, но они всегда не делают заказ, поэтому я вам говорю сейчас, что такое стабильность, а вы уже выбирайте сами. Вот то, что я говорила, что не нужно ждать, пока совместная ветка вас выведет на большой уровень, то есть это не значит, что у вас нашелся лидер, он строит все структуры, а вы лежите на диване, нет, заработает лидер, вот в чем суть сетевого, что вы можете заработать больше наставника, и вне зависимости, сколько лет наставник, кто работает, тот и зарабатывает, просто нужно налаживать рекрутинг и заработала одна веточка, открывайте другую, во-первых, быстрее станете, если не серебром, то старшим точно и будет отрыв, сейчас покажу, что такое отрыв, ну, это то, что я говорила, диапазончики от 100 до 199, 3% и так далее, Машу, Дашу мы разбирать не будем, я как всегда задержала, здесь есть чуть-чуть, так, это доходики, это мы тоже знаем, вот, смотрите, значит, вот, допустим, структура на 9% 870 баллов дает, вот, где 50 баллов желтенькие, это вы, 9%, у вас есть веточка, которая дает 400 баллов, но верхний человек делает 50 баллов, поэтому он у вас забирает свои 6%. Дальше, у вас есть веточка 210 баллов, но лидер верхний сделал всего лишь 35 баллов, он не сделал 50 баллов, поэтому эти 210 баллов отошли вам, и есть веточка 110 баллов, где лидер верхний сделал 50 баллов, поэтому он на 3%, ну, есть пару покупателей, значит, кто не знает, то свой доход вы можете высчитать всегда. Количество баллов, то есть, вот, 870 баллов, умножаем на 1,6 рублей, почему 1,6, потому что по этой сумме считается вознаграждение всем, то есть балл стоит 2 рубля, а вознаграждение считается по 1,7 рублей, и умножаем на процент, 870 баллов, это 9%, значит, 9% это у нас от 600 до 999, и так я вам уже посчитала, что доход 9% структуры должен быть 125 рублей, смотрим, 400 баллов, структура забирает из этих 125 38 рублей 40 копеек, 210 баллов мы не считываем, человек не сделал 50, и 3% это 5,28, и того вычли-вычли, значит, чистый доход 9% то есть вас это 81 рубль 60 копеек, здесь девочки понятно? Вы задавайте вопросы, а то я как обычно, а сейчас смотрите, доход структуры 870 тех же баллов у лидера, который не развивает личные ветки, значит, смотрите, вы желтенький, у вас 50 баллов, так, у вас всего 870 баллов, значит, вы на 9%, все правильно, но вы никого не регистрируете, у вас появился вот этот синенький лидер 50 баллов, он регистрирует, он делает две веточки, у него 820 баллов эти веточки дали, плюс 50 баллов ваши, и того 870, и считаем, значит, доход 9% на всю структуру, 125 рублей 28 копеек, считаем, сколько же заработал голубенький человечек ваш, он заработал 118 рублей 8 копеек, и того, вы читаем, и вот вы желтенький, заработали всего лишь 7 рублей 20 копеек, хотя вы на 9%, это почему, потому что вы не работаете, а работает ваш человек, вот это называется отрыв, почему я говорю, кто лежит на диване и ждет пока за него люди будут работать, это в сетевом не работает, вот это и отличается от найма. Что дают 50 баллов? Ну, как я уже говорила, это начисление дохода при росте, даже если вы директор, ваша задача сделать всего лишь 50 баллов. Дальше, эксклюзивное вип-обучение по развитию личного бренда, это я еще не сказала, если кто не знает, что у нас существует, школа будущего, школа будущего директора само по себе, школа личного бренда, но там условия личных 50 баллов, плюс состоять в рекрутинговом чате и каждый день писать планирование, а на следующий день отчет выполнил или не выполнил. Значит, если новички, то 50 баллов это как раз выходит где-то 135 рублей на стартовую и ты получаешь со скидкой 90% в шаг, ну и, конечно, чем на больше баллов вы лично купили, тем больше бонусных баллов у вас будет на топительной программе. А сейчас то, что я говорила, пример построения малой ветки. Значит, кто не знает, что такое ветка, посмотрите, потому что, я думаю, отчеты вы свои смотрели, но просто если вы открываете свой отчет, у вас не пишут нулевиков, у вас пишут только подряд, людей, которые купили, ну, то есть, есть личные баллы, и только если вы поставите птичку, показывает людей неактивных. А здесь смотрите, вот человек, Полоянская Светлана, ту, про которую я говорила, человек просто покупал хорошо, решили ей открыть ветку, и вот регистрировали друг-подруга, 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 друг-подруга. И смотрите, сколько человек из ветки активировалось. Четыре новичка, это очень хорошо, если вы видите, кто НК, зеленым помечены те, кто не сделал заказа, и вот смотрите, один, два, три, четыре, пять, шесть человек, это дали восемьдесят девять баллов с ветки. Светлане отправили СМС, человек сделал заказ на пятьдесят баллов. Вот мертвая ветка. Здесь тоже человек сделал хорошие баллы, начали перестроить ей структуру, как вы видите, их по итогу этого каталога удалят. Только три человека из ветки хорошо включились и покупают, но заметьте, три человека купили на сто четырнадцать баллов. И вот каждому вот этому человеку, вот допустим, та же Вакульчик Екатерина, Кузавка Ольга, они еще новички, они проходят стартовую. Потом опять напомнили, что вы зарегистрированы в ветку, вы можете строить бизнес, нас все для этого есть, есть школы, есть то, есть то, и у человека уже будет база. У него будет уже готовая структура, даже если на шести процентах. Он будет видеть эту помощь. И плюс, что еще дают ветки, забыла сказать. Мы же говорим, что мы вам будем помогать в построении структуры, а как вы будете помогать в построении структуры, если вы всех регистрируете к себе? Вот вы представьте, у вас возле себя 20 человек, и каждому вы пообещали помогать в построении структуры. И что вам получается? Гнать 20 веток? Человек просидел каталог 2, а у него новичков нету, его наставник обманул, а наставник то работает, но извините, у него 20 веток, а если вы регистрируете друг под друга, уже автоматически вы помогаете. Это первое. И второе, не бойтесь, что вас эти люди заберут бешеные деньги. Не заберут они эти бешеные деньги. Это 100%. Почему? Потому что, во-первых, вот если вы будете думать, что они вас заберут, то у вас этих денег и не будет. Наша цель, чем больше людям помочь жить независимо, зарабатывать деньги. И если люди будут видеть, что наставник вам не заинтересован, но он сразу сказал, не будешь работать, я тебе тоже не буду помогать. Все договорились, ты хочешь директора? Не вопрос, а мне нужен директор, но работаем вместе. А вот это переписка, с которой мы работаем, в вайбере, в телеграмм, в одноклассниках и так далее, в зависимости от того, где вы зарегистрировали человека. Вот то, что я говорила. Я вас зарегистрировала как дикт с покупателя, но в веточку. Это значит, что если в течение трех дней вы сделаете заказ, помимо того, что вы получите подарок за регистрацию, под вами автоматически начнет расти структура, даже если не работаете. Значит, еще раз обращаю внимание, это было, когда новичку без активационного заказа нельзя было зарегистрировать человека. Сейчас это можно. Поэтому я в своей структуре всем говорю, что когда мы регистрировали человека, мы даем ему или 10 или 15 дней на активацию. Значит, если высылаем каталог, то 15, если не высылаем каталог, а он работает с мобильным приложением, значит 10. Но в это время мы уже строим под его новичков, если есть. Если со временем вы захотите попробовать себя в нашем бизнесе, вам будет гораздо легче начать. Ну, я думаю, все прочитали. А это второе сообщение. Допустим, Светлана, добрый день, к сожалению, вы не выходите на связи, у вас что-то не получается, нужна моя помощь, под вами пошла структура, вы видели смс-ки о новом партнере, я вам говорила, что мы помогаем, мы заинтересованы в вашем росте и так далее. вот тоже суперские сообщения, понятное дело, это все должно быть красочно, со смайликами и так далее, и это все пускают и одноклассники отправить, и вайбер, и телеграм, и ВКонтакте, и люди отвечают, возвращают. Поэтому будьте лидерами своей структуры, приучайте себя к планированию, в системе, к обработке отчетов, и точно так, как будете работать вы, точно так будут работать и ваши люди, потому что лидер в первую очередь готовит, заботится о своей команде. Я не хвастаюсь, конечно, но в директорском чате поднимали, что последние каталоги выигрывает только Оля Карпович структура. Все прекрасно знают, как определяется победитель. Я написала, не вопрос, сядьте вы, потратьте 2-3 часа в зависимости от вашей структуры и впишите всех своих людей. Вот почему только мы с Юлей гоняемся на перегонки и вписываем людей, остальные не вписывают. А сейчас зайдите в группу Контакте и посмотрите. Пишут все, потому что я думаю, им люди говорят, хотя я, например, реально за халявой своей жизни не гонялась и прекрасно мы жили и без этих розыгрышей и люди делали заказы и так далее, но, как вы понимаете, это все делается для того, чтобы люди делали заказы. все делается для нас. И запомните, начинаем с себя. Структура ваше зеркало. И как я уже сказала, вы любите халяву, полежать, отдохнуть, точно такие придут к вам люди. Если вы негативите, обсуждаете людей, там, наставник обещал помогать, не помогает и так далее и тому подобное, станьте вы хорошим наставником, у вас будут тоже хорошие наставники. Как говорится, на ошибках учатся, но это не значит, что не нужно меняться. Меняйтесь. Я сама менялась уже очень много раз, пересматривала свою схему работы, структуру работы и так далее и уже знаю плюсы, минусы и поэтому могу вам посоветовать. Но вы должны понимать, что люди как-то чувствуют, вот на самом деле, вот вы попробуйте съездить на обучение и посмотрите, какая на самом деле у вас будет пруха, как у вас будут регистрироваться люди и все будут активироваться, потому что вы как-то по-другому или сияете или преподносите, но я не могу это передать. А если ты сидишь, общаешься с негативщиками, у которых все плохо, государство плохое, родители плохие, цикро плохая, теща плохая и так далее, вот такие же люди к вам и придут, нам это не нужно. Поэтому шишки на голове это здорово. Если у нас есть шишка, мы знаем, как ее получили, что нужно сделать, чтобы не получать. И станьте директором сразу в голове. Как я уже говорила, пока вы будете разносить им заказы, они будут вас воспринимать как консультанта, как разносчика заказов. Сейчас у меня все, кто покупал, даже если это организации, в каждой организации у меня есть зарегистрированный человек. Я им так и объясняю. Делайте коллективные заказы, делите кэшбэки, все можно высчитать. Зато заказы выросли намного, намного больше, есть постоянные люди, и без вопросов они приходят за заказом, оплачивают, забирают, забирают коробками, но зато ты себя преподнес как директор, и вот тогда уже тебя воспринимают как консультанта, но консультанта по красоте. Они спрашивают, а что здесь лучше, а что здесь лучше, а подбери уход за лицом, а так далее. А пока носила заказы, была консультантом на побегушках. Поэтому, девочки, это все, как обычно, задержала, уже заканчиваю. У нас завтра новый каталог. Всем настоятельно рекомендую, но дело ваше, попробуйте работать этой схемой. Но один каталог вам ничего не даст. Поработайте хотя бы три каталога. Как раз сейчас будут праздники. И посмотрите, потому что вы заметили, что есть застой. Застой на одном уровне. А как не помню, кто или сказал или я прочитала, тот уровень, который у нас есть сейчас, это нам дали те люди, которые с нами были до этого. А чтобы у нас был новый уровень, нам нужно искать новых людей. Ну, и напоследок хочу напомнить, что завтра понедельник, у нас